Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я играю в побег из тюрьмы Roblox. Новая версия. Вы можете выбрать либо же заключенного, либо же полицейского. Я выбираю, конечно же, заключенного. Полицейского не так интересно, все-таки у заключенного есть больше вариантов для действий. Итак, я появляюсь в своей тюрьме и мне нужно сбежать из тюрьмы. Я думаю, вы помните, на канале есть тюремная жизнь, то же самое, когда можно было убежать из тюрьмы, но эта версия более интересная, более качественная, скажем так, и более продуманная, что ли. То есть у вас не только задача сбежать из тюрьмы, но еще и ограбить банк. Ну что ж, понеслось. Бежим к заключенным, осматриваю свою тюрьму. Тут Most Wanted, самые отъявленные преступники, на которых охотятся полицейские. Тюремные надзиратели. Итак, что есть в тюрьме? Есть какая-то комнатка с телефонами, вы можете позвонить своим знакомым, близким. Алло, привет, мама, со мной все в порядке. Сейчас убегу из тюрьмы и пойду грабить банк. Пока. Пуп-пуп-пуп-пуп. Так вот, позвонили маме, теперь можно бежать дальше. Что здесь еще у нас есть за комнатка? Здесь какие-то ящики, какие-то стулья. В общем, тут ничего полезного для побега нету. Никаких отмычек, никаких топоров. Не знаю. Ничего. Так, там какие-то взрывы уже, что-то заключенные взрывают вокруг. И сейчас мы посмотрим, что тут еще есть. Тут есть дворик. Сейчас я смотрю, что всех разрешают бегать. Breakfast. Сейчас утро, завтрак. Так что всем нужно покушать. Окей. Так, а это что? Куда он пошел? Смотрите, батут. Ух ты! Для заключенных есть батут даже. Классно. Давайте попрыгаем. Тинь-тинь. О-о-о-ой-ой-ой-ой. Тут убиться можно на этом батуте. Да, хороший батут. Прикольный, только опасный. Я что-то не вижу ни заключенных, ни полицейских, если честно. То ли все спят, то ли где. Может, тут все открыто и можно и так выйти? Нет, закрыто. Не пускают. Хорошо. Что с этой дверью? Попробуем ее. Это открывается. Опять что-то взрывает. Я поднимаю, что я тут единственный, по-моему, заключенный. Остальные уже взорвали тут все вокруг и давно уже убежали. Так, еще какой-то ход. Тут уже все закрыто. Никак нельзя выйти. Ай, током бьется, что ли? По-моему, она под напряжением была. Я на нее запрыгнул и у меня немножко хп отобралось. Так, хорошо. Покажу, раз breakfast time, надо пойти покушать и потом, соответственно, идти уже на побег, сколько же можно ходить по этой тюрьме. О-о-о-о. Крылатый какой-то. Уже поел, наверное, убегаешь, да? Так, вон еда я вижу. И теперь можно спокойно покушать. Ой, побег. Тревога, тревога. Кто-то убежал из тюрьмы. Быстрее. Все полицейские побежали вловить заключенного. И нужно воспользоваться суматохой, чтобы самому убежать. Такие прикольные. Двери, конечно, толстые такие, массивные. Так, здесь тоже нет. Что такое? Ты кто? Он полицейский. Я ничего не делаю. Я просто хожу. Смотрите, какой полицейский. Вообще не в форме, да? Он одет, что попало. Так, смотрите. Я могу украсть у него карточку. Если держать кнопочку Е, то у него можно украсть какую-то карту. Видимо, он мне помогает убежать из тюрьмы. И для этого мне нужно было... Смотрите, какой у него хвост торчит. Так, бегу за заключенному. Он со знанием делом куда-то побежал. Перепрыгиваю через него и убегаю. Ха-ха! Смотрите, полицейский пошел его ловить, а я тем временем перепрыгнул через заключенного и убежал. Вау, какой крутой! Крутейший просто! Ну, поехали! Эй, машинка, гоу-гоу! Это машина для спецназа, видите? Ага, ну, конечно, хватит денежку за эту машину. О, смотрите, убежал там наш парень. То есть, его все-таки полицейский не остановил. И сейчас я попробую его, к примеру, последовать. Но я хочу раздобыть какой-то транспорт, чтобы просто так не бегать. Так, тут полицейская машина. Пытаюсь в нее сесть, но там, видно, за рулем есть уже пассажир. Вот у него ник. Так что он, как водитель, сидит и сейчас меня не пускает, чтобы я сел за руль. Ладно, выхожу из этой машины, попробую в эту полицейскую машину сесть. Вон, смотрите, кстати, сетка поднята. Там тоже есть лаз. Можно как-то и выбраться. Пытаюсь разбить эти стены, эти ворота. Ничего у меня не получается. Наверное, как и в прошлой части, нужно быть полицейским, чтобы нажать на кнопку забор, чтобы открыть. И тогда можно будет выйти. У меня такого ничего нету. Так что мой побег не удался. Окей, теперь я показываю, собственно, как можно убежать из тюрьмы, потому что меня повязали в тот раз. И даже два способа я вам покажу. Первый способ. Вы должны идти вот сюда. Да, вот. Здесь есть такой вот ящик, который написано, пожалуйста, не трогай меня или не нажимай на меня. Вы должны его бить, он ломается и дверь открывается. После чего вы прибегаете вот сюда вот. И здесь есть вот такой заборчик, который, удерживая клавишу Е английскую, Е русскую, да, и английскую, вы можете таким образом сбежать. Здесь, я смотрю, полицейские вовсю тут ловят уже преступников. И я пытаюсь убежать. Еще один полицейский приходит. У него, смотрите, у всех полицейские, синие. А, не успел я убежать. Справа, вы видите, я почти вот, там подсвечивается тоже забор. Под ним можно пролезть. Так что вот это первый способ. Поднимаете один забор и вот здесь справа под забором пролазите. Если во дворике не будет полицейских, что, в принципе, иногда бывает, то вы спокойно сможете убежать на свободу. А сейчас я хочу вам показать еще один способ, как можно убежать. Парень, видите, уже тренируется перелазить под забором. Побежим вместе с ним. Но на этот раз уже другим способом. Он мне нравится больше, потому что, как правило, здесь никого нету из полицейских. И тут проще вылезти. Еще люди как-то угоняют вертолет, но это уже круто. Мне такое еще не получалось. Подходим к этой стене. Удерживаем клавишу Е русскую, ну, соответственно, и английскую. Надо держать долго, пока вот крутится вот это колесико. Все, оно докрутилось, и мы взорвали стену. После чего мы свободны, и теперь можем бежать и грабить банк. Да, только вышел из тюрьмы, уже сразу должен ограбить банк. Такая вот судьба у заключенного, у бандита. А вот, собственно, написано, вы сбежали. И теперь, смотрите, мой сообщник даже приехал на вертолете, чтобы забрать меня и отвезти в логово банды. Прикольно. Я с ветерком прокачусь, я вам не буду весь путь показывать, чтобы не рассекречивать базу повстанцев и бандитов. Но, тем не менее, сейчас мы уже будем около этой базы. Вот наша база, она недалеко, в принципе, если вы на машине от тюрьмы, но если пешком, она очень далеко. И я шел первый раз, очень долго вообще ее искал, эту базу. Ну, в первый раз вообще не понимал, что там делать, собственно, но случайно попал на эту базу. Так, я, собственно, там смог переодеться, найти машину, и теперь я могу ехать и грабить банк. Как грабить банк? Грабить банк очень непросто, потому что вам нужно иметь карточку полицейского для того, чтобы открыть двери в банк. Или же вы можете ограбить ювелирку. Для этого тут есть два крестика, а это полицейский, собственно, который меня сейчас будет ловить. Вот здесь вы ложитесь и ждете. Как только открывается ювелирка, вы разрезаете стекло и пролазите внутрь. Я пытаюсь отстреляться от полицейского. У него, видите, синий ник, это значит, он полицейский. Если он меня сейчас ловит, то я окажусь в тюрьме. Если он меня застрелит, то я окажусь на базе повстанцев и бандитов. Да, он меня застрелил, значит, я буду на базе. Это хорошо, потому что убегать с тюрьмы очень долго и нутно, поэтому очень неплохо, что он меня кинул прямо сразу сюда. Бегу вооружаться и пойду на свое ограбление. Здесь, видите, можно покупать машины, но они стоят денег, очень больших денег. У меня таких денег нету, поэтому я беру только самое необходимое, это оружие, и иду грабить банк. Также есть в городе еще магазин, где вы можете бесплатно получить автомат Калашникова. Но я думаю, что мне этого дробовичка достаточно будет, поэтому я беру машину, они тут бесплатные даются. И буду ехать на свое дело. Так, пытаюсь тут выехать, тут не очень прикольно сделаны выезды. Эть, эть, все, поехали. Понесла. Сейчас я вам покажу еще один прикол, ну а потом уже покажу само ограбление. Вам надо грабить либо же ювелирку, как я сказал, либо же банк, а еще вы можете ездить по воде спокойно. Вот так вот, видите, ваша машина не тонет, вы можете здесь развернуться, ехать в другую сторону, и там в конце можно даже выехать из этой речки. Ну а так, собственно, происходит ограбление. Я раздобыл карточку, убил одного полицейского, и теперь я могу открыть банк, как только будет рабочее время банка. Я не знаю, раз в 10 минут или в 5 минут открывается. Итак, я внутри и бегу грабить банк. О чем вам сказать, что, к сожалению, я не могу вам показать полностью ограбление по одной причине. Так, смотрите, вот здесь сейв, вам нужно пропрыгать эти лазеря, потом положить динамит, он будет автоматически закладываться на двери, и взорвать банковскую дверь. После чего вы сможете ограбить его и получить деньги. Я, к сожалению, не смог его пройти, потому что сзади меня был полицейский, он меня расстрелял, и пока я разворачивался, он меня убил. Ну, надеюсь, вам повезет. Я, в принципе, со второй попыткой прошел, но не записывал уже это видео. Ставьте лайк, кому понравилось видео. До новых встреч на канале RedCat. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok